Здравствуйте новости Москва-Баку. Сегодня в Азербайджане отмечается день восстановления государственной независимости страны. В этот день 33 года назад, 18 октября 1991 года, Верховный Совет Азербайджана в результате распада СССР принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. Название праздника имеет отсылку к Азербайджанской Демократической Республике. В 1918 году она была провозглашена в качестве независимого государства и просуществовала менее двух лет. Современное азербайджанское государство считается правоприемником АДР. После восстановления независимости Азербайджану в мае 1992 года был утвержден государственный гимн страны. День восстановления независимости в Азербайджане рабочий день. Россия, Турция и Иран предложили Азербайджану и Армении использовать формат 3+,3 для завершения работы по мирному договору. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам состоявшегося сегодня в Стамбуле третьего заседания в формате 3+,3 на уровне глав МИД. Сергей Лавров сообщил, что также было предложено Еревану и Анкаре решать вопросы по нормализации армяно-турецких отношений в рамках того же формата 3+,3, поскольку, по словам главы МИД, данная тема также завязана на армяно-азербайджанской нормализации. Вместе с тем министр отметил, что пока армянская сторона придерживается подхода прямых переговоров с Турцией. Глава российской дипломатии указал, что данные предложения родились в связи с попытками Запада давить на Южный Кавказ и выстраивать в регионе свою политику. Министр привел в пример давление Запада на Грузию. Сергей Лавров добавил, что двери формата для Тбилиси традиционно остаются открытыми. Кроме того, Лавров раскрыл, что в рамках сегодняшнего заседания министры определили ключевые для формата 3+,3 направления сотрудничества. Это политикам, безопасность, борьба с угрозами терроризма и другие области. Также он отметил, что министры обсудили налаживание сотрудничества в области энергетики и решении транспортно-логистических проблем, а также выступили за развитие культурно-гуманитарных связей между странами платформы. Отметим, что в свою очередь сегодня на заседании формата 3+,3 глава МИД Азербайджана Джихун Байрамов, говоря об утвержденных основных направлениях сотрудничества, заявил о необходимости окончательного достижения мира с Арменией. В этой связи он назвал необходимым, чтобы Республика Армения исключила из своей конституции территориальные претензии к Азербайджану с целью обеспечения крепкого мира в регионе. Азербайджан вместе со странами региона разработал концепцию предотвращения общих вызовов в области безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта, связи и окружающей среды. Для обеспечения стабильного и устойчивого мира в регионе в такой критический момент, как постконфликтный период, наставший между Азербайджаном и Арменией, важно, чтобы последствия бывшего конфликта были устранены путем изменения конституции Республики Армения. Глава МИД Армении Марарат Мирзаян со своей стороны на заседании снова заявил, что армянская сторона заинтересована в разблокировании и транспортно-экономических связей с Азербайджаном и вновь предложил армянскую концепцию подходов по данному вопросу «Перекресток мира». Также Мирзаян, говоря об армяно-турецкой нормализации, отметил, что Армения и Турция договорились оценить технические требования для пересечения границы под железной дороги Гюмрикарс. Сегодня же министров иностранных дел формата 3 плюс 3 принял президент Турции Раджептай Пардаган. Кроме того, в конце дня в Стамбуле прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении с участием делегаций. Итоги встречи пока не раскрываются. Напомним, что формат 3 плюс 3 подразумевает сотрудничество по самым разным региональным вопросам трех государств Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии вместе со своими большими соседями – Россией, Турцией и Ираном. Фарбан был создан по инициативе президента Азербайджана и Турции вскоре после окончания в ноябре 2020 года Второй Карабахской войны. Бывший депутат Национального собрания Армении Рубен Акопян, выступая накануне в парламенте, сделал провокационное заявление, из-за которого его выдворили из зала. Накануне оппозиционные фракции инициировали заседание под названием «О бессрочной актуальности декларации о независимости Армении», той самой, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. На заседание оппозиционные фракции пригласили в том числе и представителей вне парламентской оппозиции. Фракция правящей партии премьера страны отказалась участвовать в слушаниях. Выступая с трибуны парламента, бывший депутат Рубен Акопян призвал ни больше, ни меньше к физическому отстранению премьер-министра страны Николу Пашиняна и его команда от власти. Есть один способ сохранить декларацию о независимости Армении. Как можно скорее избавиться от этого зла Никола Пашиняна. Если его не будет, не будет и остальных. Как от него избавиться? Всеми способами. Международные нормы и третья статья нашей Конституции говорят, что если государство и государственные институты не защищают, а попирает ваши права, ваше достоинство, вы имеете право на бунт. Мы должны бунтовать, восстать. По словам Акопяна, чтобы сохранить конституционный порядок, власти должны быть изгнаны любой ценой и призвал сформировать для этого, как он заявил, так называемые отряды смертников. Свою неадекватность экспарламентарий проявил и в адрес председатель национального собрания Алена Симаяна, использовав в его отношении оскорбительное сравнение. Кстати сказать, самого спикера в этот момент в зале не было. Провокации не остались незамеченными. В итоге Акопяна вывели, что называется, за грудки издания национального собрания. Позже в пресс-службе председателя парламента Армении пояснили, что экс-депутат был выведен из здания надсобрания. Участник парламентских слушаний Рубен Акопян был выведен из здания надсобрания за оскорбительные высказывания личного характера в адрес председателя Национального собрания Республики Армения, за неуважение к национальному собранию как институту и за наглое поведение, проявленное в законодательном органе страны. Напомним, что Баку ставит Еревану одним из условий для подписания мирного договора исключения из Конституции страны территориальной претензии к Азербайджану. В преамбуле основного закона Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости страны, а та в свою очередь фиксирует тезис о так называемом воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Ранее Конституционный суд Республики Армении решением от 26 сентября постановил, что общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, которые не были включены в сам текст Конституции, не имеют юридической силы. Это вызвало настоящую истерику армянской оппозиции, и она всеми способами пытается использовать данный шаг против действующей власти. Бывшему российскому миллиардеру и экс-госминистру, прекратившие существование сепаратистской Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну, продлили срок ареста в бакинской тюрьме. Соответствующее решение вынес Сабаильский районный суд азербайджанской столицы. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, создании незаконных военных формирований в незаконном пересечении азербайджанской границы. Ему грозит до 14 лет тюрьмы. Надо сказать, что семья Варданяна неоднократно обращалась к международному сообществу с просьбой повлиять на его освобождение из-под стражи. Известно, что Варданян протестовал против своего ареста, объявляя голодовку. Однако по просьбе семьи спустя две недели прекратил ее. Также в тюрьме Варданян признался, что написал письмо Николу Пашиняну с просьбой повлиять на ситуацию с его арестом. В последние недели ряд западных стран стал внезапно выступать с требованием глубоко отпустить бывших лидеров армянских сепаратистов Карабаха, запугивая отменой предстоящей климатической конференции ООН, которую в ноябре примет Азербайджан. Напомним, осенью 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства и уехал на тот момент в неподконтрольную Баку часть Карабаха. Он возглавил там сепаратистское правительство. И в завершении выпуска новости короткой строкой. Армия обороны Израиля Цахал опубликовала кадры последних минут жизни, ликвидированного ею накануне лидера палестинской Хамас Яхи Синвара, который пробыл на своем посту только два с половиной месяца. Синвар находился в доме в секторе Газа. В этот момент Цахал нанес по дому удар и главу Хамас ранило. Судя по кадрам, Синвар боролся до последнего. Когда Синвар увидел беспилотник, то метнул в дрон палкой, но не попал. На этом моменте видео обрывается. Синвар был назначен главой Хамас 6 августа после того, как Израиль ликвидировал его предшественника Исмаила Ханью, находившегося в тот момент с визитом в Тегеране. В азербайджанском городе Гинджа в пятницу утром прогремел взрыв. Инцидент произошел в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли две женщины. В ходе проведенной спасательной операции из-под завалов удалось извлечь четырех пострадавших. Они были переданы им бригаде скорой помощи. По предварительной информации, в одной из квартир мог взорваться газ. В Армении по делу о смерти солдата арестовали его сослуживцы и комвзвода. Они подозреваются в доведении его до самоубийства. На прошлой неделе в одной из воинских частей на юге страны срочника обнаружили с огнестрельным ранением в подбородок. По данным следствия, военнослужащий подвергся унижению со стороны комвзвода и сослуживца. Будучи в подавленном состоянии, солдат выстрелил себе в подбородок. Еще больше информации считайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.